Обеспечение безопасности населения – одна из приоритетных задач специалистов Управления гражданской обороны и чрезвычайной ситуации пожарной безопасности. Сотрудники МЧС провели семинар-совещание с представителями Управления культуры в целях ознакомления и обучения работников учреждений с правилами поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового скопления людей. В самом начале собрания начальник отдела оперативного планирования Сутагири Абакаров пояснил, для чего необходимо проведение подобного рода встреч. Мы бьем в одну точку, чтобы людей научить, персонал научить, как себя вести в этих ситуациях при пожаре, при землетрясении, как вести эвакуацию, куда людей выводить и как выводить. Вот это у нас цель – обучить население работникам вот этих объектов и массового скопления людей. Одна цель у нас, мы другую цель не ставим. Если мы вас научим, именно этим навыкам. Специалисты управления, затрагивая наиболее важные темы, которые могут послужить причиной возникновения чрезвычайных ситуаций, обозначили, что в летний период участились случаи возникновения пожара. Обращая внимание руководителей организации на то, что в работе с детьми необходимо прежде всего обеспечить безопасность в зданиях и помещениях, где проводится работа с подопечными. Главный специалист управления по связям со СМИ рассказала о том, как нужно действовать при возникновении пожара в помещении, в том случае, если не удается вовремя покинуть здание. Дети отступления полностью заблокированы. Необходимо в таком случае заблокироваться в помещении, закрыть дверь, заткнуть тряпкой полностью все щели, чтобы дыр не проникал в это помещение и закрыть окно, если есть такое. Потому что доступ свежего воздуха, она будет усиливать горение и будет проникать в это помещение. Если вы заблокировались в этом помещении с людьми, постарайтесь их отвезти от этого здания, постарайтесь их отвезти от двери, успокоитесь. Вторым наиболее распространенным стихийным природным явлением на территории Дагестана признано землетрясение. Ведущий специалист отдела оперативного планирования Арсен Бабаев рассказал присутствующим, что необходимо предпринять в случае возникновения данного природного явления. Если вы не успеваете, вы знаете, что здание высотное, где вы находитесь где-то на выезде со своими детьми, вы выезжаете на выступления разные моменты. Если вы не успеваете эвакуироваться в детей и выйти сами, вы должны занять безопасные места. Безопасные места здания – это что? Это внутренний угол здания, несущий стен. В этот момент, встаньте подачи от окон, встаньте займите внутренние угол здания, проемы дверные, встаньте туда, отойдите детей, подачи от окон. Потому что при землетрясении здание деформируется, лопаются стекла. Не обязательно, что здесь не будет разрушительная сила. Может быть, толчки небольшие, но отпадающих предметов нужно укрыться под столами. Данного рода тематические семинар-совещения являются крайне важными, подчеркнули специалисты управления. Обеспечение безопасности является одной из основных задач не только представителей МЧС, но и работников других ведомств. И такие встречи на базе управления проводятся регулярно, обозначили инициаторы в завершении.